Совсем недавно ему исполнилось 18 лет, но он уже успел. Не просто пробиться в состав «Динамо», забивать, отдавать голевые передачи, но и стать лучшим футболистом команды в прошедшем сезоне. Сыграть на молодежном Евро и побить рекорд легендарного испанца Рауля. Получить приглашение в сборную России от Станислава Черчесова. Попасть в список 60 лучших молодых футболистов мира по версии «The Guardian». У вас еще голова не закружилась? Его зовут Арсен Захарян. Из таких талантов давно не было в российском футболе. Откуда он взялся и как появился в московском «Динамо»? Почему от него отказался Зениц после двухнедельного просмотра? Что его связывает с исторической родиной, с Арменией? Мы пообщались с самим Арсеном, съездили в Самару к его семье, узнали, как «Динамо» оберегает свой талант и поговорили с Андром Шварцем, человеком, который поверил в Захаряна. Будет очень интересно. Давайте с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Арсен, пожалуйста, опиши то, что произошло за последние месяцы и годы Ну, произошел прогресс в моей карьере Все начиналось с UFL, юношеской лиги Вот, и как-то все быстро, там, за год ПФЛ, молодежка ПФЛ и уже в основной команде Давай вспомним момент, когда тебя отправляют в главную команду Сколько тебе лет было? 17, 17 лет И что, тебе подходят Бувач, Шварц, Кузнецов Нет, тогда еще Кирилл Саныч Новиков был тренером И я при нем тренировался Потянули на тренировки Я там две тренировки провел Вот, так скажем, на своем уровне Вот, а потом пришел Сандр Шварц И я поехал уже на сборы И полноценно с ним проработал Понял его философию, что он требует И сейчас играю Сандро, когда впервые вы услышали о таком футболисте, как Арсен Захарян? Достаточно рано Я узнал о нем из наших разговоров с представителями клуба Еще до моей первой тренировки в Динамо Я знал, что он очень талантливый игрок И смог сам убедиться в этом на тренировках Я знаю, что когда Ажель Кабулыч вам делал предложение Он рассказывал про всех футболистов Динамо Собственно, кто они, как они играют, какие сильные качества Наверняка он должен был вам сказать и про Захаряна Про молодого таланта из Академии Что он вам про него сказал? Какие его сильные качества? Верно, мы говорили о всех игроках И о том, насколько хорошо работает Академия Динамо Конечно, затронули и ее воспитанника Захаряна Желька сказал мне, что Арсен великолепный игрок Очень хорошо двигается Обладает высоким футбольным интеллектом Получает большое удовольствие от футбола Всегда просит мяч Я считаю, это важно для молодого атакующего игрока Более того, он постоянно усердно работает на тренировках Давид, расскажи, где мы находимся? Это двор, где мы все росли Я, Арсен Все детство мы провели здесь Играли здесь в футбол Площадка у нас Впереди нас Мы здесь росли, проводили все время А жили где вы? Вот наш подъезд, получается, четвертый этаж Здесь сейчас у нас бабуля живет Мы переехали с семьей Я, папа, мама И у нас еще маленький брат есть самый А в футбол играли почему? Это папа научил, я не знаю Какой-нибудь матч посмотрели, крыльев советов И пришли на эту площадку Как так получилось? Ну это с меня пошло, точнее с моей бабули Она отвела нас на футбол, точнее меня И все, вот с этого момента Начали расти, я занимался Мне это нравилось, я полюбил почему-то То есть прям всем сердцем отдавался Ну и все, маленький Арсенчик, когда уже рос Он видел, что в семье футбол все любят Все смотрят футбол И тоже уже по моим стопам пошел А ты сам играл на уровне профессионалов? На уровне профессионалов скорее нет Я пытался заиграть на уровне профессионалов Но не получилось Но ты, по-моему, играл в Армении, с ней шлифт? Да, в Армении играл За Ереванский Арарат играл Ну ничего себе, говоришь, не Нюрой профессионалов Немного, но... Ничего себе, Ереванский Арарат, это не шутки Немного, но поиграл, да, с 50-10 Вы здесь, получается, с самого рождения И ты, и... Ну не прямо с самого рождения Мне, по-моему, три годика было, как мы сюда переехали И вот мы до того года, получается, все здесь жили Смотри, судя по этим надписям, уже увлечения другие в этом дворе Хабиб, видимо, здесь скоро будет какой-нибудь боксер, там, или, не знаю, борец Я, наверное, приду и еще напишу Арсен Захарат Вот прямо на этом поле вы играли И когда ты понял, что Арсен играет круче, чем ты? Когда он уже подрос, ну, лет 12-13, когда я уже видел, что... Он лидер, в принципе, в командах, где он выступает Да, я уже понял, что бросать это дело точно не нужно А расскажи, вот я сейчас смотрю, это, в принципе, не совсем футбольное поле Это, ну, просто... Земля Да, без газона, ворота, да, без сетки То есть вот здесь вы прям играли? Или этого даже не было? Нет, этого даже не было. Раньше не было. Здесь просто была земля чистая. Это сейчас у нас красиво здесь, более-менее двор. Красиво? Да. Ну, относительно тому, что было, да, здесь очень красиво. То есть детская площадка, все, качельки. Раньше этого не было. Раньше было просто два дерева, и вон там желтая штучка стоит. Брусья там. А, это были ворота вообще? Да, они стояли вот здесь, и это были как ворота. Мы использовали их как ворота. Играли здесь в футбол. Все, больше ничего здесь не было. Также стояли машины, там. Есть еще цветы раньше сажали. Бабули нас ругали все время. Да? Да. Арсен, ты рос в Самаре. Что это было за детство? Было очень счастливое детство. Двор, мяч. Очень такое поле запоминающееся очень было. Вот. Ну, очень счастливо провели детство. С улыбкой вспоминаю эти времена. Но когда мы там были, если честно, ощущение двора вашего было такое немножко странное. То есть даже, скажем, депрессивное ощущение. Ну да, там было очень много всего. Там и... Начиная от алкашей, наркоманов, там, и каких-то бандитов. Ну, у меня такой район просто был. Вот. Ну, а так, в принципе, меня это вообще никак не коснулось. Вот. Я своим делом занимался. Только в футбол играл, там, и учебу, вот это все. А это все от меня огородили родители, наверное. Ну, а как? Ну, ты спускался во двор играть в футбол, а рядом могли быть люди, которые тебя... Ну, могли испортить. Вовлечь не в те направления. Может, остерегался этого, там, пытался подальше от таких людей держаться. Вот. И брат за мной следил, поэтому... И нормально, нормально. Я этого не коснулся. Ну, а ты вспоминаешь свое детство, вот этот двор, район. С какими чувствами? Да, в любом случае, чувства... Я скучаю даже иногда по тем временам, когда мы там собирались. Очень много народу во дворе играли. Время проводили не там в компьютерах, а на... Во дворе с мячом, там, и какие-то игры, там, прятки, непрятки, вот. Поэтому все равно... Ну, было счастливое время. А сейчас еще об одном большом таланте с армянскими корнями. В Лос-Анджелесе уже несколько лет зажигает уругвайский нападающий Иего Росси Марошлян. Портал TransferMark считает 23-летнего форварда самым дорогим активом МЛС и оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. По моей информации, Краснодар еще прошлым летом хотел подписать Марошляна, но тогда возникла загвоздка с паспорта. Сейчас у Марошляна их два, уругвайский и итальянский. А для Краснодара было принципиально важно, чтобы игрок взял армянское гражданство и играл в сборную Армении. Тогда бы он не считался легионером в РПЛ. Но этот вариант уже не устроил самого Марошляна. Он играл за всевозможные молодежные сборные уругвая и хочет пробиться в национальную команду. Ну, а итальянский паспорт нужен ему, чтобы не считаться легионером в Европе, куда он собирается переехать в течение нескольких лет. Однако, с учетом ухода Берга и Ари, вопрос усиления атаки теперь стоит перед Краснодаром еще острее. И вариант с трансфером Марошляна в клубе по-прежнему рассматривают. Но с тем же условием, только если он получит армянский паспорт. Пойдет ли он на это, узнаем совсем скоро. А пока про то, о чем можно говорить со стопроцентной уверенностью. В прошлом выпуске я анонсировал выход новой суперигры от VinLine X50. И сейчас она уже доступна в мобильном приложении VinLine. Коротко напомню суть. Теперь у каждого есть возможность выиграть 50 миллионов рублей, предсказав исход 11 событий. Для этого нужно скачать мобильное приложение VinLine и зарегистрироваться, если вы этого еще не делали. Это очень просто и займет всего несколько минут. Зайти в раздел X50 и купить купон нового тура за 200 рублей. И вы в игре. А чтобы облегчить себе задачу, можно докупить возможность отмечать несколько вариантов исхода события в этом купоне. Все ближайшие недели в купонах X50 обязательно будут матчи Евро и Копа Америки. И самое главное, если ваш купон сыграет, делить 50 миллионов рублей ни с кем не придется, а всю сумму можно будет сразу перевести себе на карточку. Сколько бы ни было в туре победителей, 50 миллионов рублей получит каждый. Скачиваем мобильное приложение VinLine, регистрируемся и присоединяемся к суперигре X50. Правда, что он не мог без мяча вообще? Не мог. Они все трое не могут без мяча. Мы с ними разговариваем, этот мяч у них постоянный. Я же говорю, 20 лет этот мяч мне в лоб летел. 20 лет. Я вот сейчас одна живу, спокойно живу без мяча. А так да. С ним разговариваешь, он по комнате ходит, а здесь тесно было. Но тесноты не чувствовалось. Их было пятеро здесь. Я еще шестая приходила к ним в гости. Не чувствовался, очень дружно жили. Хорошая, дружная семья. А как Арсен учился, он, да, может быть, что историю, он немножко не любил историю, это тоже скажу. Ему тяжело давалась история. Кристина ему читала, и он бегает по комнате с этим мячом. А я еще дополнительно задаю. Я говорю, ты понял? Ну-ка скажи теперь, повтори. Там в истории что говорил? Он повторял. То есть он, это, слухом он хорошо работал, этот его слух хорошо работал. Он запоминал хорошо. А параллельно мяч чеканил, да? Да, параллельно. Точно так же все они трое вот так были. Параллельно мяч чеканили, да. Мяч постоянно, он у них в ногах был. Постоянно. Разбили все. И эту дверь разбили. Все, зеркало разбили там. Все разбили. Люстра вот видите, она, половины нету. Разбили всю люстру нашу. А соседи что говорили? Ой, соседи. Соседи ругались, приходили, ругались сначала. Там живет девушка, она капитан милиции. Но, видимо, сейчас уже рада, что нет детей, дети уехали. Мячей нет, главное. Дети так спокойные. Просто этот мяч доставал. Но не до 11, до 12, до часу ночи. Постоянно. Вот с утра перед школой этот мяч у них. И после школы мяч вот дети идут на тренировки. Все, спокойно в доме. Прошли стрелы. Вы представляете, три футболиста в одном доме. Это что творится? Это пять мячей в доме. Каждый угол забит мячами. И мы тоже. Этот мяч летит то мне в голову, то Кристине в голову. Невозможно. Арсен, какую роль в твоем становлении сыграла бабушка? Огромную роль сыграла. Да, она с самого детства со мной даже во двор мы выходили. Она даже со мной играла. Бабушка играла? Да, играла. И возила меня все время на тренировки, на играх присутствовала. Поэтому и эмоционально, и морально, и физически, возможно, даже помогала очень сильно в детстве мне. Я знаю, что бабушки, они иногда так более щепетильны к детям, к внукам своим, чем к родителям. Как вы реагировали, когда Арсена забрали в Москву? Он переехал в Москву в 14 лет. Я была за. За были? Я была за. Да, пусть дети идут вперед. Больше самостоятельности. Я за, чтобы не только Арсен. Я бы сейчас и Артура отдала бы в Динамо, в Академию. Чтобы он был самостоятельным. Он рос как личность. Мы оберегаем до своих детей. Но я вообще очень строга была со своими внуками. Мои дети не могут сказать, что я их баловала. Нет, не было такого. Расскажите про вашу строгость в отношении Арсена. Он боялся постоянно. Потому что я приходила. Давайте пишем диктант. Тат, мы не будем писать. У нас еще соседский мальчик есть. Я звала, я говорила, вызывайте его тоже. Диктант будем писать. А тот узнавал, что мы должны диктант писать. Он говорит, я не приду. Твоя бабушка у вас дома. Они уже знали, что я должна с ними заниматься. Но и без занятий тоже не будет. Все-таки дети должны быть образованы. И образованы всесторонние они должны быть. Поэтому я хотела, чтобы они были и футболистами, и как люди, как человек. Он вырос, чтобы хорошим человеком вырос. И образованным был. Скажите, как часто вы ходили, не знаю, на тренировки Арсена? Ездили за ним после... Я ходила сначала очень часто. Норик сначала не верил, что наши дети станут футболистами. Потому что я их повела на футбол. И он говорил, да все равно перестанут ходить. Но как только он увидел, что дети уже настоящие футболисты, все, я уже мало ходила. У меня тоже времени не было так. Я звонила. Норик, у меня нет времени. Давай езжай, вези на футбол, отвози обратно. Все, он уже тихо, спокойно. Я все перекинула на Норика. Сначала я возила, потом перекинула на него уже. То есть первое время вы брали за руку детей? Да, да, да. Первое время я брала за руку детей и возила. Вот, повела Давида в первый раз. Поговорила, там знакомая была. Поговорила, его взяли 6 лет. Потом Арсен туда же пошел в 6 лет. И все, у нас так и пошло. Я хочу, чтобы мои дети звездами. Вы знаете как? Ну, чтобы не зазвездились. А как это контролировать? Расскажите. Я не знаю. Это зависит от воспитания. Так. Я считаю, что это и в генах должно быть, и воспитание. Зависит от воспитания. Мы воспитывали детей так, что человек, насколько бы богатым он не был, чтобы он оставался человеком. Какая самопамятная эмоция у тебя связана с папой в детстве? Ну, очень запомнилась, когда он за рулем едет и ругается. Вот это очень сильно мне запомнилось. Я даже в детстве за ним повторял, поэтому вот это мне запомнилось. А так у папы все время эмоции на стадионе проявлялись. Я прям это очень помню. На моих матчах, на брата мальчах там очень эмоционально. Что он делал? Ну, я помню, брат у меня играл. Он там мог, когда видеть, что брат там какой-то плохой действительный, мог и свистнуть ему, чтобы он там посмотрел, он ему там покажет что-нибудь. Типа, давай соберись. Или там даже крикнуть что-то мог. Ну, куда ты думаешь? Ну! Ну! Иди, ну! Да ну, что это? Нормально, нормально, нормально. Ну! Ну! Ой-ой-ой! Где, блядь? Ну! Ой-ой-ой! Давай, 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 давай! Ну, Райер, можете рассказать, как бы вообще вы оказались в Самаре? Ну, мы в Самаре оказались после Первого Карабахской войны. Ну, и до сих пор живем здесь. Почему Самара? Как так получилось? Ну, в Самаре у нас дядя в Царство Небесное жил. И как бы приехали к нему. Он сам пригласил. Расскажите о себе. Чем вы занимались? Чем занимаетесь сейчас? Ну, я как закончил строительный институт в Ереване. Ну, и по профессии работаю строительным. Дороги строю. По своей профессии. И что конкретно делаете? Ну, ремонт дорог автомобильных. Только в Самаре? Ну, по области. В Самаре по области работаю. Ну, это тяжелая работа, трудная. Естественно, да. Тяжелая. Нелегкая. Да любая работа тяжелая. Если работаешь. Так, привыкли, нормально все. Но вы не устали еще от нее? Да нет. Ну, а чем еще заниматься? Это моя профессия. Я выбрал эту. И продолжаю работать. И буду работать. Вы переехали в Самару. Непростые времена. Сложная работа. Появилась семья. Вот увлечение сыновей футболом. Сколько вас отнимало сил, времени? Ну, так-то сил, времени не отнимал. Потому что помощников много были есть. Сейчас и младший вот. Иной раз я не смогу. Жена отвезет. Или бабушка отвезет. Или вот старший сын уже помогает. Так-то с этим проблем не было. Всегда как бы успевали все. Но он был в Академии в Тольятти. Это не близко. Сто километров, грубо говоря. Да. И как? Вы его оставили учись? Все? Ну, как оставили учись? Конечно, нет. Но когда забрали, мы с женой постоянно, через день, через два постоянно ездили. А сколько он там находился? По-моему, ну, год есть и вот все вместе. Где-то с года, да, там в Академии был. Вы здесь недавно переехали? Ну, да. Недавно, да. Где-то полгода живем здесь. Потому что мы были еще в квартире, где сейчас живет бабушка. Вы там раньше жили. Ну, там было достаточно уютно. Ну, маленькие, да. Ну, уютненькие мы привыкли там, как бы, да. И Арсен там родился, вырос. То есть вы жили в Питером, а сколько там квадратных метров? 42. Так. Квадратных метров. Ну, двухкомнатная, как бы, сделана. Жили нормально, уютно. Не жаловались. Ну, вот, недавно вот приобрели и переехали в новую квартиру. Это уже, скажем так, отголоски карьеры Арсена успеха? Нет, нет, мы это взяли до Арсена. Еще вот, как бы, имею в виду, вот, из этих, ну, до этого взяли. Ну, Рар, а ремонт кто делал? Я сам все сделал. Я же строитель. И по своим, по нашим вкусам. Вот, я сам лично сделал, да. Все, своими руками. Анжи эпохи Сулеймана Керимова и Герман Откаченко – один из самых удивительных проектов РПЛ за последние годы. И источник огромного количества невероятных историй. Про щедрые контракты и подарки в дагестанском клубе до сих пор ходят куча легенд. При этом под заботу клубных боссов попадали не только игроки, но и их родственники. Так, с появлением первых статусных легионеров в Анжи, завели добрую традицию отправлять мамам, женам и подругам футболистов букет цветов в их день рождения. При этом было совершенно неважно, в какой точке мира эти находились в конкретный момент. Получалось порадовать даже мам, Сумуэля Топ Камеруни и Крисофер Самбо во Франции, которые получали букеты цветов от клуба. Сейчас радовать подарками своих близких, даже если они не рядом с вами, стало гораздо проще и доступнее. Мобильное приложение Flow Wow – отличная опция, когда хочется сделать приятное кому-то из близких или что-то заказать себе. Приложение уже работает почти в тысячи городах, и в нем постоянно добавляются новые категории подарков. На платформе можно купить цветы, косметику, кондитерские изделия, украшения, книги и товары от локальных магазинов. Я тоже регулярно отправляю цветы в разные города России, в разные страны, даже в Америку, где живет моя любимая бабушка, и так я пытаюсь иногда ее порадовать, особенно сейчас, когда пандемия, и не могу до нее долететь. Ну, а прямо сейчас хочу заказать цветы моей маме, которая живет в Москве, но я думаю, что ей будет, безусловно, приятно получить от меня букет цветов. Заходим в приложение Flow Wow. Все очень просто. Я ввожу адрес мамы, оставляю ей телефон, убираю букет, я ей сегодня отправлю пионы. Мне кажется, ей будет приятно. Так, цена меня устраивает, добавляю в корзину, все известно, продолжить, оплачиваю Apple Pay, все готово. Через минут 40-50 мама получит букет, и, надеюсь, улыбнется. Когда заказывают что-то на расстоянии, очень хочется быть уверенным, что доставят именно то, что было на картинке в заказе. Во Flow Wow для этого есть специальная функция. Перед отправлением вам присылают фотографию товара на одобрение, а сама доставка занимает от 30 минут. По промокоду НОБЕЛЬ можно получить скидку в 10% на все категории в Flow Wow до конца июля. Переходим по ссылке в описании и радуем себя и своих близких. Арсен, ты приехал в сборную России, и первые эмоции, с кем общался, как встретили, самое неожиданное, что было в команде? Ну да, приехал сразу, со всеми увиделся, с ребятами, и с тренером. Все поздравили, с вызовом, и Артем Дюба лично поздравил. Так что коллектив хороший, со всеми можно было пообщаться. Но я там мало времени провел, поэтому не особо получилось много пообщаться. С Джики какой-то был контакт, общение? Ну прям сильного общения нет. Так чуть пообщались, и он меня поддерживал на тренировках. Вот он меня сильно поддерживал. Сильно с Джики отдельно? Ну да, он меня поддерживал, подбадривал. После каких-то, может, неудач тоже. Общение с Черчесовым. Он такой строгий дядя. Что было? Да ну не, ну в бытовом плане шутки там и все такое. Ничего серьезного прям не было. Вот он трех, да, конечно, там где-то напихать мог. Ну хороший тренер мне очень понравился. Был индивидуальный разговор с Черчесовым у тебя? Ну индивидуального нет, только в процессе тренировок что-то вот. А так прям индивидуально нет. Не успели, наверное. Ну а может быть, когда ты заболел, он тебе позвонил, написал? Ну да, он мне... И с днем рождения он меня поздравил. Вот так что да, он мне написал. Понимаю, что очень так сложно в 18 лет получить вызов и вот такая история, ты заболел ангиной. Расскажи, как эти события переживал? Ну конечно, очень обидно было, то что на ровном месте заболел. Может сказать, вообще не понимаю откуда. и рад был, что вызвали, вот и так получилось. Конечно, расстроился первое время, ну долго. Ну обидно было. Через время уже понял, что дальше надо жить и дальше доказывать, чтобы еще раз вызвали в сборную. Геннадий, сколько лет было Арсена, когда вы с ним познакомились? 14. Как это произошло? Давайте вспомним. Знаю этот возраст, следил за 2003 годом, отсматривал для себя, знал многих ребят, в том числе и Арсена, поэтому для меня никаких сюрпризов не было. Я знал, что это один из самых сильных футболистов этого года рождения. А как мы можем объяснить, что в Самаре появился такой футболист в 14 лет, такого таланта? Ну так случается. Он может получиться в Самаре, в Кемерово, в Новороссийске, где угодно. Это не зависит от города. Скорее всего, это зависит от генетики, от одаренности, от того, что дали мама с папой. То есть я пытаюсь понять, это природа или это какое-то обучение правильное, нужные руки? Точно нет, природа. Это природа? Да. Семья. Вот вы видите Арсена и видите семью. Арсена. Какие главные выводы вы делаете для себя? Для меня это фантастическая семья. Семья с тяжелой судьбой, мы знаем. Потому что когда люди приезжают и строят все заново, не имея ничего, преодолевая все это, никогда не жалуются на жизнь. И я с большим уважением отношусь и к родителям Арсена, и к братьям. Я знаю, что там... Мы посмотрим, там очень маленький брат, очень интересный. Я думаю, что нужно следить за ним, наблюдать. Маленькая звездочка тоже может расти. Вы посмотрите видео, которое есть, когда он играет с ребятами, которые на 4 года старше его, и что он какие-то мячи забивает. В общем-то, мне кажется, тоже будет интересный футболист. С левой ноги Артур Захарян, и это гол, великолепный гол. Давайте вспомним, Арсен Захарян не попал в «Зенит». Его не забрали, его не взял «Зенит». Почему? Там свои, наверное, какие-то критерии оценки. Они посчитали, что он не подходит им по тем параметрам, который они хотят видеть от футболиста. Может быть, посчитали нужным видеть на его месте другого футболиста. Но значит, «Динамо» повезло. Поэтому мы оперативно это сделали. Я тогда работал в «Динамо» и сделал все, чтобы он моментально оказался в клубе. И так произошло. Не только он, а еще двое ребят 2003 года рождения из Академии Коноплева, которые сейчас задают в юношеских становлениях. И знаю точно, что они дальше будут и во взрослом футболе тоже задавать то. Арсен, ты оказался в «Динамо» в 14 лет, правильно? Да. Как все происходило? Ну, я играл в Академию Коноплева. У нас был чемпионат России, финал чемпионата России. И там меня заметили динамо-ске-скауты и пригласили. Я долго не думая поехал. Там меня без просмотра взяли. И все, и мы там сразу выиграли финал Кубок России. И вот так вот я в «Динамо» закрепился и начал играть. Давай вспомним. Тебя до этого звал «Зенит». Что было в Петербурге? Ну, я ездил туда, да. Мне вроде как скале без просмотра берут. И я там месяц был, тренировался. У нас был турнир. Ну, и я его плохо провел, конечно. Вот, но первые матчи, я считаю, я очень хорошо себя проявил. Ну, не получилось. Ты обижен на «Зенит»? Нет, на что обижаться. Я думаю, даже к лучшему. Ты, по-моему, месяц или два находился в Петербурге. Ну, полтора. Ты как-то понимал, почему так долго это происходит? Почему так долго тебя «Зенит» просматривает? Нет, я не понимал. Мне вроде как говорили сейчас, сейчас там и документы, и экипировка, все выдадим. Ну, и будешь уже игроком «Академии «Зенита». Ну, видимо, не подходил тогда еще по уровню. Меня отправили домой. Он ездил с отцом на просмотр. Я была здесь, в Самаре. Через две недели мне отец позвонил, сказал, что все, его берут в «Зенит», приезжайте. То есть я должна была с Арсеном оставаться там, в Петербурге. Я поехала, закрыла свой бизнес, полетела, и Норик должен был прилететь обратно. Там разговоры идут, что пока не берем, пока не берем. Я не помню, полтора-два месяца мы там прожили, и Норик уже не смог выехать. Мы вместе выезжали. В конце сказали, что там какая-то команда есть, можно в ту команду Арсена определить. Норик отказался. Мы приехали в «Зенит», его вызвали в «Зенит» фактически. первый день самолета ребенок пошел, он играл, там команда «Вьетнам» или «Япония» была, он играл, он гол забил, он понравился там руководству. Но через два месяца нам сказали, мы вас не берем, мы вернулись обратно. Конечно, ребенку было обидно. Нам тоже было обидно. У нас тоже фактически свои дела были. Мы все оставили, что Норик свою работу оставил, я оставила работу. Но в итоге получилось, что не знаю. Как вам объяснили, почему не взяли? Ну, если честно, мне никакого объяснения не дали. Типа, еще есть моменты, которые с Академией Коноплевой не могли они решать. Вот. И как бы предлагали, там есть команда, сколько помню, Коломна, что ли, по-моему, да. И поиграть там, чтобы игровой этот, потому что они типа не могут заявлять его на игры, на это, поиграть там. И потом, когда все разрешится, возьмут в «Зенит». Ну, мы не стали там ждать, потому что это уже полный бред был какой-то. Ну, мы сразу вернулись. Обида осталась на «Зенит»? Ну, как сказать? Естественно, обида. Если одно дело, когда позвали бы на просмотр, мы вообще, ну, как бы не было бы, да, такого, естественного просмотра, а другое дело, когда уже, ну, типа, все, берем там, никакой просмотр, ничего, и тут вот так затянулся, все, ну, все равно что-то осталось. Может, ну, это к лучшему, что даже так получилось. Арсен, я знаю, что у тебя зимой, еще до подписания контракта с «Динамо», были варианты в Европе. Даже «Брюгге» тебя хотел в 17 лет увезти к себе. Ты об этом знал вообще? Ну, да, я с агентом, ну, агент мне все рассказывал, как там, какие предложения есть. Их было много? Ну, серьезно. Ну, было пару, вот. Ну, «Брюгге» прям, да, было, но я тогда не хотел уезжать из «Динамо», вот, я ждал уже, когда по моему контракту решат вопрос, вот, и, ну, был нацелен только на «Динамо». Какой фактор был ключевым, что ты хотел остаться в «Динамо»? Это «Шварц», это болельщики, это руководство, я не знаю. Ну, это мой родной клуб, я там привык уже, база, все, там, тренера, вот, тем более, да, пришел там, вот, жаль-ка Буусь, что Сандра Шварц, они вроде на меня рассчитывали, как говорили, вот, поэтому я очень рад, что так все сложилось. Дмитрий, чья это слуга, что Захариан в итоге остался в «Динамо» и продлил контракт? Заслуга обеих сторон, заслуга клуба, заслуга игрока, его представителей, ну, собственно говоря, изначально мы, как клуб для себя рассчитывали на то, что Арсен, будет в нашей структуре на достаточно длительное время, но и представители игрока, и сам игрок, тоже хотели оставаться в «Динамо» и прогрессировать. Это были, Дмитрий, самые сложные переговоры, потому что я слышал версию, что они длились прямо несколько месяцев, и они были прям тяжелые для двух сторон. Я не могу сказать, что это были самые тяжелые переговоры по той причине, что обе стороны были настроены изначально конструктивно. А то, что касается сроков и длительности переговоров, да, действительно, они заняли некоторое время, но я еще раз повторюсь, то, что позиция игрока и его представителей была конструктивна. Классика русского футбола появляется молодой талант. Неважно, в «Динамо», в «Локомотиве», в «Спартаке», и начинается такая очень сложная история. Дайте нам много денег, иначе мы уйдем. И в «Динамо» такие случаи тоже были. Раньше тот же Соловьев, помним историю, Ташаев, например, хотя у него уже был более-менее такой солидный возраст. Были такие истории в «Спартаке», в «Локомотиве». Не было страха, что это примерно такая же история, что есть талант, о котором знают уже многие, и что сейчас конкуренты завалят деньгами агента и игрока и заберут его из «Динамо». У нас страха нету по поводу переговоров и недружелюбной среды, которая порой окружает молодых перспективных футболистов. Страна игрока понимала то, что в нынешних условиях и в нашей инфраструктуре у игрока есть шансы для прогресса. Ну и, соответственно, наш клуб понимал то, что мы, в свою очередь, тоже можем рассчитывать на то, что Арсен будет прогрессировать. Дмитрий, я знаю, что контракт с Захарян очень сложный с «Динамо». Он защищенный, но там есть, естественно, бай-аут или клаусул, или отступные, как говорят в России. Вопрос такой. Правда ли, что этот пункт не распространяется на российские команды? Что завтра «Зенит» не придет, не даст деньги и «Динамо», как это было с Дани 10 лет назад, и заберет игра как себе? Я не могу раскрывать детали контракта. У нас есть соглашение о конфиденциальности информации. Единственное, что я могу сказать, то, что наш клуб защитил себя в этом контракте от тех моментов, о которых вы упомянули. Полгода назад Леонид Слуцкий, тренер команды «Рубин», говорил мне о том, что Хвичик Вратсхелия возможно самый талантливый футболист, которого он тренировал. Он его сравнивал по таланту с Эдегором, с кем он работал в Голландии. Вот скажите, Сандро, Арсен Захарян, это топ-3 главных таланта, которых вы пока тренировали? Да, он один из них. Я также достаточно много работал с молодыми игроками в Майнце, которые доросли до национальной сборной Германии и играют за свои клубы в Лиге чемпионов. На данный момент я могу точно сказать, что Захарян топ-талант. Но важно не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. И для этого у него есть все предпосылки. Мне доставляет большое удовольствие работать с ним. Он всегда открыт и хочет узнавать новое. Старается оттачивать и улучшать качество своей игры на тренировках. Сандро Шварц. Что он за человек и за тренер? Я думаю, у него очень сильная любовь к футболу. Он очень все время прям в игре. Мощный мотиватор он очень. Я еще таких не видел. Перед матчем как он мотивирует. Прям заводит команду. Мне это очень нравится. Ну и, конечно, он сильный тактик. Тебя он как-то лично мотивирует? Не знаю, может быть, часто проводит индивидуальные беседы? Ну, на сборах были индивидуальные беседы. Там иногда и ругали за какие-то ошибки. Иногда хвалили. И после матча он подходил, хвалил. Но когда тебя тренер хвалит, все-таки сразу в себе уверенность появляется. И я считаю, это огромный его плюс. Что от тебя требует Сандро Шварц на футбольном поле? Ну, созидать в атаке, создавать моменты, играть в удовольствие. Ну, как мы умеем, у нас в атаке очень качественные футболисты, и с ними приятно комбинировать, ну, и получать удовольствие. Чему тебя научил Сандро Шварц? Вот главное. Я думаю, никогда не в статике не быть на футбольном поле, не оставаться на месте, всегда двигаться, и если совершил ошибку, сразу переключаться на другое действие, на другой момент, не расстраиваться, не копаться в себе. Для тебя удивительно, что именно иностранец вел в состав тебя и Чукавина. Просто мы хорошо провели сборы, и там контрольные матчи были, Костя много забил, я там тоже забил, отдавал. Вот поэтому, я думаю, просто себя хорошо проявили, и тренер не побоялся нас поставить. Ну, стараемся не облажаться. Ну, то есть, ты считаешь, что был бы другой тренер, российский, ты бы так же этой весной играл? Ну, я не знаю, очень сложный вопрос, я не знаю, это уже от тренера на них зависит, кто как видит футбол. Кому нравится защитный футбол, я думал, мало шансов было бы играть. Арсен, ну, ты не просто сыграл один-два матча, там, вышел на поле и снова запас. Ты реальный игрок основы Динамо. Это не просто так. То есть, здесь, наверное, все же заслуга Шварца феноменальна. Я не представляю, чтобы любой другой тренер российский доверил парню в 17 лет. Ну, конечно, да, его заслуга, я ему очень благодарен. Можно сказать, он мне дал путь в большой футбол, но я стараюсь оправдывать его ожидания. В прогрессии Арсена какова роль Шварца, на твой взгляд? Мне кажется, огромная. Даже с Тамбовым, когда он дебютировал, уже было понятно, что Шварц будет делать акцент на Арсена. Просто большую часть дела за Арсеном. То есть, прибавлять, тренироваться. Ну и, насколько мне известно, как Шварц Арсен сказал, что на сборах, если ты пройдешь все сборы, ты прибавишь хорошо. Ну и мне кажется, он прибавил, судя как он играет. Поэтому, я думаю, огромную роль он сыграл. Знаешь, бытует мнение, что если бы был не Шварц, а другой тренер российский, наверное, ни Тюкавину, ни Захаряну не доверяли бы вот именно в таком возрасте. Ты от меня не разделяешь? Возможно. Возможно. Какая роль в этом успехе Арсена Шварца? Я думаю, что очень большая, потому что во многом благодаря тому, что Шварц здесь главный тренер, и о том, что Жилько Боуч рядом с ним, Арсен переподписал контракт с Динамо, потому что были предложения очень, и не одно, собственно говоря, из Европы для того, чтобы продолжить его корень. Уже в 17 лет? Да, конечно. То есть у вас на руках были предложения? Не у нас, у его агента, собственно говоря, они рассматривали его, но были приглашения из больших клубов европейских. Они и сейчас есть, но, собственно говоря, выбрали Динамо, потому что Жилько и Сандро для него здесь созданы атмосферные. Они абсолютно не заглядывают в паспорт, если человек может выполнять требования, которые от него, которые ему предъявляют с тренером на поле, и он отвечает, выполняет те все функции, которые ему нужно делать, то, собственно говоря, он играет. Собственно говоря, что с Арсеном это происходит в данном случае. Насколько я помню, переговоры о новом контракте велись около трех или четырех месяцев. Так и есть, даже больше. Даже больше. В чем была главная загвоздка? Самое главное было в правильном принятии решения, то есть либо развитие карьеры в Европе, либо в России, собственно говоря, потому что мы же знаем, что не все российские чемпионаты доверяют молодым, собственно говоря, не каждый тренер готов ведущей роли в команде представить молодым, но... Обычно в таких случаях говорят, что есть риск молодого футболиста засыпать деньгами. И, собственно, страна игрока всегда хочет получить большие деньги, когда такие длинные переговоры. Не это была главная проблема? Нет вопроса. Здесь абсолютно не такая история. Здесь абсолютная история в развитии игрока. Деньги, они же никуда не идут, собственно говоря. Если человек играет в футбол, они всегда к нему приходят. Это же так, да? Если ты не играешь, их и не будет. Они всегда догонят. Арсен, давай вспомним. Ты получаешь первую более-менее солидную зарплату. На что ты тратишь деньги? Крупно тратишь деньги? Так, с первой зарплаты я сразу не пошел там покупать, я там дома отправил, а уже со второй я, да, пошел, купил там маме и вещей в подарок. Вот. Что купил? Ну, там сумка, рюкзак, костюм. Так что маме я сделал подарок, да. То есть ты первые крупные покупки были родителям? Ну, да, вот в основном маме я все купил, но там и папе там чуть-чуть. Чуть тоже пришло. Вам не страшно, что впереди у него испытания славой, деньгами? Нет. Это можно изменить? Не страшно, потому что нет, он не такой, он не изменится, ну, как бы его ни деньги, ни славы не может изменить. Нет. Арсен, скажи, пожалуйста, мне, ты знаешь, что главное сомнение у болельщиков по молодым талантам, как ты, в российском футболе, это, безусловно, не испортить ли их деньги? Тебе не страшно самому, что в какой-то момент ты можешь, ну, просто в 17-18 лет, но по-другому воспринимать мир? Это же гигантский риск. Да, нет, я думаю, это от человека уже зависит, как он распоряжается этими деньгами, какое у него там и воспитание, возможно, как и воспитали. Я думаю, это у меня не кончится. Почему так уверен? Ну, во-первых, я больше, еще раз повторюсь, больше половины зарплаты домой отправляю, вот, а во-вторых, ну, они так воспитали, что я не прямо иду, разбрасываюсь деньгами, налево, направо, какие-то клубы, тусовки, поэтому я спокойно к этому отношусь. Наоборот, где-то лучше сохранить, чтобы были деньги всегда. Вы сразу, как мама, стали понимать, что у Арсена какой-то феноменальный талант, дар в футболу? Да, вы знаете, да, я поняла, когда он еще был маленький, там, ну, у меня Давид тоже играл старше в футбол, и за ним приходили ребята, вот, Арсену было 8 лет, а мальчишкам было по 15. Я даже переживала, я говорю, Арсен, ну, что-то страшновато, как-то, они все-таки взрослые, ты маленький. А они, да вы что, он лучше нас играет, вы не переживайте, мы без него не пойдем играть. Вот, ну, как-то вот чувствовалось, что на самом деле он как-то может, и всегда со старшими он был. У вас три сына бывали уже в Армении? Старший, да. Старший был, но я играл в Армении за Арсена и младший, я не знаю чего. Ну, конечно, хотят, однозначно просто так сложилось, что со спортом никак, то у них не было время, когда у меня было время, то есть, поехать. Ну, вот так сложилось. Ну, естественно, все хотим, конечно, и дети всегда говорят, поедем обязательно на родину. Арсен тоже говорит? Однозначно, конечно, поедем. То есть, во время отпуска Арсена теперь поедете в Армению. В Армению однозначно поедем. Конечно, Арсен сам хочет естественно быть на родине, посмотреть все. Ну, обязательно съездим. Как бы всегда, пока еще детьми были, они всегда, да, море, море, всегда ездили в море. А сейчас уже с возрастом, отпуск, вот когда будет, съездим обязательно в Армению, там отдохнуть и посмотреть все. А какие места конкретно может вы покажете Арсену? Ну, в первую очередь на родину поедем. Ну, имею в виду Арсах, однозначно полностью все покажу. Там старые все исторические места однозначно. Вот. А здесь Армению объездим, все посмотрим. То есть, несмотря на всю ситуацию, вы все равно хотите Арсену показать Арсах? Однозначно, да, конечно. А сейчас оттуда ваши родственники звонят? А, естественно. По поводу Арсена Меды? Естественно. Они даже все игры смотрят его, все радостные. Конечно, это, ну, все радуются родственники, конечно. То есть, можешь сказать, что Захарян сейчас так представляет карабахских армян? Ну, не только. Всех армян. Ну, как и наш генерал-бахтарян. Расскажите, откуда вы вообще из Карабаха? Мы родом из Мардакерта, Мардакерского района. Я представляю, какое давление сейчас идет на вас, чтобы Арсен все же выбрал сборную Армении. Такое есть? Ну, очень много. Ну, конечно, есть все. И федерация звонила футбольная, и сборная звонила. Ну, я, знаете, я все равно, вот, что, ну, до решения Арсена я не буду ни на что, вот, я говорил, и еще раз могу повторяться, и Армения наша родина, и Россия наша родина. Как он порешит, так и будет. Все. Я в этом не буду вмешиваться. Я и за Армению болею, и за Россию. Ты ни разу не был в Армении, это правда? Да, я еще не был ни разу в Армении, но надеюсь побывать. Думаю, во время отпуска поеду. Ты говоришь по-армянски? Ну, понимаю, да, но говорить мне в принципе так есть только с семьей, вот, так что редко говорю. Когда тебе впервые предложили играть в сборную Армении, в национальную команду? Ну, прям, предложение, я думаю, вот последние, там, полгода приходило только. Ты был в шоке, что тебя приглашают в национальную команду? Ну, да, конечно, но я уже был заигран, там, за молодежную Россию, у нас чемпионат Европы, вот как раз был, я не мог поехать. Это был шанс, там, себя проявить, показать, там, и все скауты, и хорошие сборные приехали, ну, это был шанс туда поехать, вот, и поэтому я туда поехал на турнире выступить, вот, как-то так сложилось. Ну, как-то все стремительно, быстро произошло, и я вот только съездил за молодежную сборную России, и меня вот сейчас вызвали сразу в национальную сборную России, вот, все быстро произошло, и, но я очень люблю Армению, я армянин, и я никогда про это не забуду, вот, и надеюсь, я туда слетаю и побуду в Армении. Арсен, но при этом такое внимание к твоей фигуре тебя не смущает именно, именно вот по армянской теме? Ну, я надеюсь, что все армяне, которые смотрят, следят за мной, будут гордиться, когда видят меня на футбольном поле, я постараюсь радовать их своей игрой, вот, я также слежу за сборной Армении, смотрел их матчи, три победы, вот, так что я не забываю, я все смотрю, слежу, и я горд быть армянином. Ты знаешь, что сейчас на матче Динамо прям ходят целые секторы армянских болельщиков именно для тебя, ты в курсе? Ну да, мне рассказали недавно, я об этом не знал, вот, ну, конечно, очень приятно, и я надеюсь, я не подвожу их своей игрой, вот, и ну, я, конечно, их жизни не видел, но это очень приятно. Когда появится армянский флаг, ты его увидишь на стадионе? Да, один раз было, я видел, но надеюсь, еще будет. То есть для тебя, условно говоря, сборная Армении не чужая, даже если ты бывшая сборная России? Нет, конечно, не чужая, когда мне может быть чужой, я же, я армянин, и я буду следить, вот, и буду болеть за них, так что, конечно, не чужая. Я правильно понимаю, что ты живешь на базе Динамо? Да, да. Почему? Да ну, пока нету, я думаю, смысла переезжать, на квартиру жить, на базе всего условия, и бассейн, и баня, и поля, очень качественные, и тренажерный зал, все есть. Пока, я думаю, не стоит переезжать. Ну, пока это сколько, год-два, три? Ну, год-два, думаю. Ты живешь с Цюкавиным, правильно понимаю, в одном номере? Или как? Как там происходит вообще? Ну, в одном номере, но он с Москвы, поэтому он редко там бывает. То есть ты живешь один? Можно сказать, да. И тебе не скучно? Не, ну, у меня есть там еще друзья, там, и моего возраста ребята, поэтому, ну, и выезжаю с базы спокойно там, и погулять, и все еще поделать. Ты знаешь, кто еще жил на базе долгие годы именно в молодости? Да, Генрих Кахтарян. Да, на базе Шахтера он жил? Да, я знаю. Знаешь, кого прозвали там? Нет. Директор базы. Генрих Джан, привет. Привет, Нобер, привет. Как дела? Что нового? Нормально, как у тебя? Ничего. Все по-старому. Все в порядке, все в порядке. Я сейчас, ты знаешь, какого футболиста в московском Динамо появился, Арсен Захарян. Слышал что-нибудь? Слышал, слышал о нем, да, конечно. Я сейчас рядом с ним, и я решил, что, если мы говорим об армянском народе, то сейчас главный футболист это ты. Но Арсен Захарян, дай бог, может пойти по твоим шагам. Арсен, поприветствуй, Генрих. Да, Генрих, здравствуйте. Привет, привет, Арсен, как ты? Да, отлично, все, спасибо. У вас как? У меня тоже все хорошо, спасибо. Только не на вы, а на ты, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Я уже старый. Все хорошо. Генрих, какой совет дашь Арсену такой важный в футболе? Ну, я думаю, так как он уже 17 лет начал играть за первую команду Динамо, и не только играть, но и забивать, и отдавать передачи. Я ему только пожелаю удачи, чтобы ты продолжал работать, Арсен, так как никогда не останавливайся на том, чего ты достиг. Всегда надо вперед, вперед, работать, идти вперед, и верить в свою мечту, если, конечно, она у тебя есть. Да, конечно. Спасибо большое. Генрих, ты знаешь, мы сегодня вспоминали, Арсен сейчас живет на базе Динамо. И я напомню, что Генрих Пхетарян тоже первые годы жил на базе в Донецке, в Шахтере. Ну, я на базе жил до 24 лет, до того, как я перешел в Дортмунд, в Боруссию Дортмунд. Ну, потому что у меня была цель. Надеюсь, что у Арсена тоже есть такая цель, чтобы он играл в самых лучших командах в Европе. Ну, что могу сказать еще? Надеюсь, что в скором времени увидим его в хороших топовых чемпионатах. Ты сильно расстроился, что Захарян в итоге не в сборной Армении, а в сборной России? Ну, если честно, я очень рад, что в таком возрасте люди в него верят. Но, с другой стороны, конечно же, мне обидно, что он не будет играть за сборную Армению, но что поделать, самое главное, это та дорога, которую он выбрал. Мне кажется, очень правильные слова, нет, Арсен? Да, да. Да. Я, конечно, прислушаюсь. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ну, ты послушался, наверное, своему сердцу, и твое сердце подсказало, что тебе хочется играть за сборную Россию. Конечно, нужно, как сказать, нужно принять это решение, понять то решение, которое ты принял, и просто идти вперед. Да, хорошо. Генрих, еще одна важная тема, Арсен пока ни разу не был в Армении, но очень хочет поехать. Ну, если ты его приведешь в Армению, то он точно приедет. Ты знаешь хорошие места в Армении, вот и приведи его. Конечно, конечно, но я думаю, понравится. Я буду тоже в Армении, то с большим удовольствием пройдем время вместе все. А, ну, отлично. Ну, я надеюсь, что приеду, да. Очень хочется. Генрих, Диан, тебе огромное спасибо. Тут, знаешь, Арсен засмущался, чуть-чуть, скажу честно. Конечно, но волнительно. Спасибо тебе большое. Ну что, Арсен, волнительно было? Ты про меня засмущался, я видел? Да, ну, конечно, такой уважаемый человек. И я даже не знал на вы, на ты. Поэтому, да, волнительно было. Сандр, давайте непосредственно о позиции Захаряна. Вы очень часто выпускаете его направо в атаку. Он играет право вингера. Но, насколько я понимаю, для него идеальная позиция, точнее, ему удобнее играть центрального атакующего полузащитника. Расскажите вообще о футбольных скиллах Захаряна и где его идеальная позиция. Да, вы правы. Его лучшая позиция центральный атакующий полузащитник. Восьмерка или десятка. Но, если говорить о позиции вингера, то при владении мячом функции вингера и восьмерки у нас похожи. Он всегда опускается под прием мяча ищет свободные зоны. Он может одинаково хорошо сыграть на обеих позициях. Более того, я считаю, что он может сыграть и нападающего, но не классического нападающего, а более оттянутого в позиции ложной девятки или десятки, который также много двигается и находит свободные зоны между линиями. его можно использовать на разных позициях. Он игрок с незаурядным футбольным интеллектом. потому что он знает, в какие рамы он может двигаться. Давай, Цюка! РСД! Малыши, малыши, малыши Самытаны, папа Малыши, малыши, малыши Захарин! 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 Нурер, показалось, что младший сын Артур, он даже более эмоционален, чем вы. Ну, у нас всегда такой эмоциональный, да. И дома, когда сидим, смотрим, ну, вот выездный матч, так же он больше всех орёт, кричит. Что первое сказали Арсену сейчас, после матча? Ну, как обычно, молодец. Арсен, ты чувствовал, что родители? Ну, ты же знал, что они на матче? Да, я знал. Я ещё на разминке увидел, где они. Это тебе какой-то уверенности придаёт, когда они на стадионе? Ну, хотелось забить, потому что родители на стадионе, я ещё не забивал в профессиональном футболе. Вот, получилось. При них, да? Да. Нурер, что тебе сложнее, смотреть по телевизору матч Арсена, либо приезжать на стадион? Сложнее смотреть дома. Здесь всё равно получаешь удовольствие на стадионе, конечно. Эмоции всё равно другие на стадионе. Арсен, ты знаешь, я спрашивал, у мамы твоей, у бабушки, они очень переживают, когда тебя бьют по ногам. У тебя такая позиция, когда тебя, к сожалению, бьют по ногам. Ты играешь в атаку. Что делать? Насколько я знаю, бабушка уже не смотрит. Ну, бабушка переживает, да, маму не знаю. Мама, я думаю, более правильно на это смотрит. А ты как-то их успокаиваешь? Бабушку, я знаю, ты сообщения пишешь. Да, мы, конечно, списываемся, там, иногда созваниваемся. Потому что всё нормально, не переживай. Да. Сын написал ей? Да, после матча, да, мы списались. Ну, вроде за то, что меня били по ногам, не было сообщения. Только поздравления с голом. Нелли, вот интересно, как вы сейчас смотрите матчи Арсена? Я слышал, что вы даже их боитесь смотреть. Да, я могу один матч посмотреть. За второй матч я могу два килограмма пельменей сделать не смотреть на нервной почве. Я смотрю, я переживаю сильно за него. Вот я смотрела «Крылья Совета», Арсена не было, я спокойно смотрела. Но за своего внука я сильно переживаю. Я очень хочу, чтобы он гол забил. Я молю Бога, чтобы он гол забил. Ну, бывает, но и без поражений тоже не бывает. А как часто со Арсеном общаетесь? Часто, постоянно. И что, как вы его поддерживаете, что вы пишете, какие-то советы вы же даете? Ой, как даю советы. Я здоровья ему желаю, самое главное. Что-то он на колени жаловался, там, в прошлый раз он перевернулся, я сильно переживала. Мы с ним поговорили по вайберу, он да, говорит, ребра немножко болели, говорит, тут я переживаю. Я говорю, что они набросились на тебя? Их трое было. Да, тат, не беспокойся, все нормально. То есть вы когда видите, что Арсена бьют по ногам, вы прям… Ой, у меня давление поднимается. У меня давление поднимается, я не знаю. С Уфой они играли, сильно переживала, всю ночь я не спала. Я уже скорую хотела вызывать давление, у меня подскочило 180. Хорошая игра была, но сильно переживала, не знаю. Потому что эти дети со мной выросли. Я жизнь отдала за этих детей фактически. Это мои дети, это не мои внуки, это мои дети. Захарян на сборах в Турции или в ноябре на тренировках «Динамо» и Захарян в мае, когда он уже сыграл на Евро, когда он играет каждую неделю в чемпионате России. Это два разных человека? Я бы не сказал, что это два разных игрока. Я считаю, что для каждого и для команды в целом было важно пройти вместе зимние сборы, чтобы впитать в себя наши игровые принципы и идеи, сделать шаг вперед. Что касается Захаряна, то его важным преимуществом является его быстрая адаптация к интенсивности тренировок для выхода на новую ступень развития. Я шесть месяцев в «Динамо». И стоит отметить, что у него прекрасное футбольное образование благодаря многим тренерам академии. И сейчас у него есть возможность подняться на самый высокий уровень в РПЛ. В этом есть заслуга каждого тренера академии, которые работали с Захаряном. «Когда я только пришел в команду, и при встрече мы приветствовали друг друга. Доброе утро, добрый день, добрый вечер». Он всегда стеснялся и смотрел вниз. А сейчас заметно, что он уже более зрелый, уверенный, смотрит в глаза, когда здоровается. Это, конечно, такие мелочи, нюансы, которые не всегда видны со стороны. Он взрослеет в команде с теми задачами, которые получает и успешно решает их. Захарян скромный, непритязательный, и я не думаю, что он ведет себя как-то иначе за пределами футбольного поля, даже учитывая его колоссальный прогресс в последнее время. Поэтому он и сейчас остается скромным парнем, но уже уверенным в себе. У тебя есть желание Рейтли перевезти в Москву? Да, я думаю, сейчас летом получится. Я очень надеюсь на это. Надо уже поближе всем быть. Ты и младший брат как раз сюда, сразу на футбол. И я думаю, это будет очень хорошо для всех. Арсен, ну и по традиции конкурс. Я предлагаю разыграть футболку Майка Динамо. Да, конечно. Первый матч следующей зоны. Окей. Договорились. А вопрос очень простой. Арсен Захарян мечтает поехать на свою историческую родину, в Армению. А куда мечтаете поехать вы? Самый трогательный, интересный или смешной ответ получит этот самый приз от Арсена Захаряна. Ну и выберешь тоже ты ответ. Я выберу, да. Договорились? Ты же уверенный в пользователе Ютуба, правильно? Да. Арсен, тебе огромное спасибо. Удачи тебе. Дай Бог, это все получится. Я в тебя верю. Я уверен, ты станешь большой звездой европейского футбола. Спасибо большое. А. 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 Продолжение следует...